МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор с трудовым кодексом длится 4 часа с 9 до 13.00. В каждом коллективе по 15 человек. Это учащиеся 8, 9 и 10 классов. Главное условие – работнику должно быть не меньше 14 лет. Скоро будет 15, через неделю. Соответственно, ты работаешь первый год? Да. Почему решила пойти? Ну, решила денег немножко заработать, потому что сейчас никуда в другое место не пойдешь, в 14 работать, а так в школе, почему не помочь даже в своей школе. Помощь учащихся оплачивается из двух источников. Большая часть, а это порядка 6 тысяч рублей, берет на себя управление и образование. Остальные, примерно 2 тысячи рублей, поступают из городского центра занятости. Некоторые ребята стараются отработать во время летних каникул несколько смен, чтобы накопить существенную сумму. Куда обычно деньги тратите? Ну, чаще всего на подготовку к первому сентября, школьные одежды, канцелярия, вот это все. Ну, я откладываю, и родителям тоже помогаю, там, что-то купить, продукты там или еще что-то. Какую-то сумму вложу в выпускной сам, вот, а то, потому что сейчас цена на выпускной, конечно. Вот, поэтому родителям как-то помочь. Желающих подзаработать среди учащихся лобнинских школ достаточно много, но в первую очередь предпочтение отдают ребятам из малообеспеченных и многодетных семей, а еще так называемым трудным подросткам. Это, конечно же, это не наказание, конечно же, это трудовое воспитание. И, да, это и наш контроль, и родительский контроль, что мы смотрим, что дети заняты, что они действительно нигде не болтаются. Кстати, прекрасно работают ребята. Трудовые бригады, это, конечно, вообще здорово, потому что справиться в школе, вот, в подготовке к первому сентября с самим педагогическим коллективом, которые тоже должны отдохнуть, это очень тяжело. А ребята вообще молодцы. Тем более они понимают причастность к своей любимой школе, что они где-то работают не на стороне, а для себя, что это наше, это свое. Подтверждают пользу трудовых бригад и сами школьники. Ну, что, мы зря все приходим, сами для себя устраиваем, все украсим, что мы убираем, все готовим к первому сентября. В школе ты бегаешь, там, постоянно стены как-то испачкаешь, еще что-нибудь. Часто ты моешь это, понимаешь, как это тяжело, кто после тебя их моет. Поэтому, мне кажется, уже чисто на подсознании не будешь этого делать. В пятой и третьей школах ребята отмывают парты, стены, батареи, дружно переставляют мебель, готовят ее к окрашиванию. Приводят в порядок и пришкольную территорию. Но если здесь, за зелеными насаждениями, просто ответственно ухаживают, то в четвертой школе за садоводство взялись серьезно. Были страшные деревья, все корявые, кривые. Мы их обрезали с каждым годом, но толку от них никакого. И мы решили все это вырубить. Завезли землю, дети на трудовой практике все это перекопали. Купили в питомнике лилии, двух цветов, вот белые, розовые. А стильбы многолетние растения, вот хосту сейчас тоже там и учителя принесли, и дети принесли. Сейчас вот тоже мы займемся этой посадкой. То есть облагоустраиваем территорию школы. Кроме этого юные помощники собственноручно облагородили территорию на заднем дворе школы. Где раньше были заросли травы, сегодня красуются клумбы с цветами, которые ребята заботливо поливают. Желание помочь родной школе у некоторых настолько велико, что их не останавливают самые серьезные препятствия. Что с ножкой? Травма была, но даже эта травма меня не останавливает идти работать в любимую школу. Как родители, как учителя, как вообще? Ну мы на это пошли-то? Они стараются мне помогать. На легком труде получается, но стараюсь помогать все, что делаю в своих силах. В силах ребят и сделать косметический ремонт. В коридорах, на лестничных пролетах и классах. Школьники красят, шпаклюют, моют, чтобы 1 сентября было приятно вернуться в родные стены и начать учебный год в уюте и чистоте. Наталья Жукова, Алексей Орлов, Денис Рокин, Михаил Жуков, телекомпания Лобня.